Сейчас, через несколько секунд, ко мне присоединится Денис Чернов, ведущий эксперт по недвижимости компании Phuket Lux. Думаю, что вот я вижу, что он уже в числе докладчиков оказался. И, соответственно, через пару секунд появится. Денис. Денис, привет. В плато или вниз уходит вся эта история, связанная с нехорошим коронавирусом? К сожалению, все идет вниз у нас. К сожалению, нет. Вниз я имею в виду это плохо как раз. То есть получается, что вверх в том смысле, что хуже становится, ну так, ограничения становятся жестче. Да, конечно. Сейчас ввели ограничения по передвижению по острову. Остров разделен всего 13 частей и можно продвигаться только в пределах своего района. Это первый момент. Второй момент, то, что все государственные учреждения закрыты. И, соответственно, сейчас сделки с недвижимостью теоретически вообще практически не реализовать. Это что касается вторичной недвижимости. Вы, соответственно, проводите, ну, как бы вы не в агентстве находитесь, вы просто сидите дома и онлайн общаетесь с клиентами. Пока да. Пока да. Ясно. Какие-то цифры, какая-то статистика, ну, какие-то прогнозы или заявленные сроки, как долго вся эта история будет длиться? Как правило, сейчас до 30 апреля продлили режим ограничения передвижения по острову. Соответственно, после 30 апреля, скорее всего, уже возможно будет саботное передвижение. Но международные рейсы, Пукета, все равно они пока закрыты. Многие тайские компании открывают свои международные рейсы в мае. Но пока что очень сложно сказать, когда будут международные перевозки. Ну, рынок Пукета, ну, и рынок Таиланда вообще, он в значительной степени ориентирован на Китай. Можно ли сказать, что вот китайские покупатели, коль у них, ну, по крайней мере, по той информации, которая к нам сюда поступает, последние две недели ситуация стала упрощаться и какие-то ограничения начали сниматься, они активизировались или, по большому счету, вы этого не наблюдаете? Мы-то наблюдаем. Та же, в том числе, наши китайские коллеги сообщают нам о том, что и в Гонконге, и в Китае сейчас ситуация гораздо стабильная, чем была раньше. В Гонконге сейчас ни одного случая не выявлено на сегодняшний день. То есть динамика идет наверх. И, скорее всего, как они вот говорят, по прогнозам июнь-июль уже начнут открываться границы. И по отчетам, по опросам большинство китайцев как раз планируют свой опыск на Пхукете и в Филанде в целом ориентировочно в октябре, уже в ноябре. Ну, смотрите, сейчас можно уже говорить о том, что сезон по факту закончился. Если говорить в целом, то каким он получился, вроде как для Пхукета, ну, то, что вот эти запреты приходятся на конец апреля, на май, ну, неприятно, но все-таки не столь смертельно, поскольку рынок недвижимости наиболее активен как раз там в феврале, в марте, а сейчас уже вы собираете такие остатки с былой роскоши. Ну, что касаемо, я бы разделил здесь вопрос на две части. В плане аренды и в плане продаж. В плане аренды рынок сильно упал как раз ориентировочно с февраля. То есть по нашим квартирам у нас их в управлении ориентировочно 215 бетов недвижимости, и мы наблюдали то, что ориентировочно в феврале уже пошел резкий спад. И загрузка наших объектов составила в марте уже 20%, когда обычно в это время составляет 85%, а на апреле загрузка составляет всего лишь 15%. И то это те туристы, либо это местные жители, которые просто решили арендовать себе жилье либо получше, либо те, кто решил приожидать карантин здесь. В плане продажи сейчас динамик опять же так же отрицательный. И декабрь и едварь были более-менее похожи на предыдущие года, но ориентировочно в феврале и в марте опять же все пошло вниз. Скажите, вот те люди, которые арендовали, вернее, сдавали в аренду квартиры с вами в этом сезоне, от ожидаемого, сколько они получили, ну или сколько недополучили? Сложно сказать, потому что все отчеты мы ориентировочно формируем в июне-июле, но по нашим прогнозам недополучили процентов 35-40. А вот сейчас какие-то квартиры сдаются, если сдаются, то кому? Да, сдаются. Опять же, повторюсь, это либо местные жители, которые здесь, и туристы находятся, либо те, кто туристы содержали здесь на острове и решили перерождать пандемию на Пхукете, не возвращаясь на родину в Россию. Окей. Как сейчас ведут себя продавцы? Продавцы на первичном рынке и продавцы на вторичке? Первичный рынок сейчас переживает большое затишье, потому что, в принципе, сейчас большинство застройщиков ушли домой на рабочий режим. Многие офисы закрыты, но, тем не менее, большинство застройщиков сейчас все равно проводят сделки онлайн. Что касаемо вторички, то продавцы, многие продавцы решили переждать карантин ориентировочно до октября-ноября. Но, опять же, есть продавцы, те, которые продаются недвижимость с большим дисконтом. И порой дисконт доходит до 30-40% от рыночных цен. Они начали вот этот дисконт 30-40% делать в момент уже последних недель или месяцев? Или, по большому счету, это просто их такая позиция? Ну, потому что есть же такое подозрение, что если компания сильно снижает цену, значит, что-то у нее не так, есть некие риски, связанные с тем, будет достроен объект вообще или нет. И, то есть, бойся подозрительно больших скидок. А нет, Филипп, смотрите, здесь 30-40% идет как раз речь о вторичной недвижимости, о продавцах вторичной недвижимости, как раз это участники. Что касаемо первичной недвижимости, то таковы скидок вообще пока что нет. Может быть, какие-то скидки, возможно, в индивидуальном порядке, но какого-то масштабного дисконта не наблюдается сейчас. Меня попросили, извините, Денис, один буквальный момент. Я включу вот этот наш кадр для всех наших участников, чтобы люди даже могли сориентироваться дальше. После нашей беседы с Денисом мы будем говорить о Болгарии, дальше о Греции, потом об Объединенных Арабских Эмиратах и потом об Италии. И, кстати, попрошу тех, кого интересуются, в том числе и другие страны, в чат разместить информацию о наших дальнейших вебинарах, которые, значит, два будет еще на этой неделе и три на следующей. Денис, а вот если мы вообще говорим о сроках предоставления скидок. Вот сезон заканчивается в Таиланде. Покупатели, ну, или они отправляются все-таки в большинстве своем по домам, или они, ну, кто-то еще все-таки меньшая часть, если мы говорим о русскоязычных клиентах, пережидает, ну, условный, но тем не менее, вот сезон дождей, непогоды, по-разному его можно называть. Вот в этот момент, как обычно ведут себя продавцы? Как они вели себя в прошлые годы? И не получается ли так, что, ну, и так, в общем, застройщики уходили в некую спячку и, в общем, никаких активностей не проявляли, коль уж и покупатели были не особо активны? Ну, смотрите, в предыдущем году, опять же, так такового сезона дождей здесь не присутствует. Да, снижается определенный спрос на рынок как первичной, так и вторичной недвижимости, но тем не менее, сделки совершаются. Причем, как правило, в показе практика и в марте, и в июне приезжают те покупатели, которые приезжали уже в декабре, уже которые присмотрели недвижимость, и они как раз совершают сделку. Поэтому, скорее всего, мы ожидаем то, что в июне и в июле будет примерно, так называемый, отложенный спрос, отложенные покупки. Давайте посмотрим тогда вот на наш рынок, все-таки на этот рынок глазами покупателя. Вот, ну, если я не готов покупать удаленно, то есть я хочу все-таки посмотреть объект, как действовать сейчас, тем более вы говорите, что на некоторые объекты цены все-таки уже можно сейчас поймать очень неплохие. Индивидуально я бы сказал об объектах только. Но здесь, опять же, вопрос в том, что когда-то пройдут границы между Россией и другими странами, так как, как мы смотрели статистику, в России ситуация только ухудшается, а в Юго-Восточной Азии, то есть, наоборот, только улучшается. Поэтому вполне мы ожидаем то, что первые покупатели из Юго-Восточной Азии, то есть, опять же, это и Китай, это и Австралия, Япония, Сингапур, они по-другому ориентировочно в июне и в июле. Что касаемо русскоязычных покупателей, очень сложно что-либо сказать, потому что вот сегодня мы прочитали новости, что Аэрофлот отменяет в Сирии до 1 августа. Соответственно, после 1 августа только, возможно, будут какие-то подвижения. Окей, ну, смотрите, вы сказали, что есть покупатели, продавцы, которые готовы что-то продавать с большим дисконтом. Но в Таиланде ведь история какая, вот, по крайней мере, последние годы. Есть объект на стадии котлована, и вот он там 2-3 года строится, и главная фишка, на которую покупались, в хорошем смысле слова покупались покупатели, уж простите за тавтологию, что объект будет расти, 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 расти в цене, и ты его на момент уже сдачи сможешь продать по гораздо более выгодной стоимости. То есть 20%, 30%, иногда назывались цифрой 50%, но это уже там в зависимости от нюансов. Почему вы ловаете? Такого не было? А, фантазии, а какая цифра, на ваш взгляд, реальна? Реальна примерно 15%, максимум 30%. Окей, ну вот смотрите, 15-30%, а сейчас вы говорите, что появились продавцы, которые готовы вот свою недвижимость реализовать. Это вот как раз такие объекты, это новостройки, ну, недавние новостройки, или это что-то другое? И если да, то к какой цене они готовы вернуться сейчас? Это больше касается ино-вторичной недвижимости, которая в их фотосо находятся более 5 лет, то есть в районе 4-5 лет. У нас сейчас есть предложение, красное, на эксклюзивное предложение, продавцы которые предлагают недвижимость ориентировочно за 70-80 тысяч бат для новостроек. То есть их квартиру уже заработали... То есть это тысяч бат, не бат, долларов? 70-80 тысяч бат за квадратный метр. А, за квадратный метр. То есть это та недвижимость, которая уже отработала, то есть 4-5 лет приносила им доход, и они готовы продать ее дешевле, чем они ее покупали ориентировочно в 13-14 годах. А что касаемо новостроек, то... Простите, а почему? Вот почему им так деньги нужны локально? Или они понимают, что в силу тех или иных причин арендные перспективы этой недвижимости крайне сомнительны в ближайшее время будут? Здесь больше зависит от личной ситуации непосредственно продавцов, потому что, как правило, у продавцов здесь либо личные какие-то ситуации, либо финансовые проблемы, и поэтому возникает такой дисконт большой. Как быстро уходят такие предложения? Сейчас они вообще не идут вообще никуда, потому что сейчас ничего не работает, но, как правило, такие предложения уходят за 2-3 недели. У нас есть определенный список ожиданий у инвесторов, которые ориентированы на определенные объекты недвижимости, и как только возникает объект в данном жилом комплексе, мы, соответственно, предлагаем, и сделка заключается буквально в течение недели-двух. То есть еще раз очень хочу подчеркнуть, это те комплексы, которые были построены, условно говоря, 5-6 лет назад, то есть они на старте вот этого новостройчного бума на Пхукете. Да, да. А если мы говорим про новостройки и про поведение продавцов, вот мы тоже общались с вашими коллегами, они, ну, тайцы, именно тайский рынок, компании настроены наиболее позитивно, что, ребят, все у нас будет хорошо, никаких скидок не ждите, но мы-то все ждем скидок, что уж говорить. Вы не доположь нам, пожалуйста, поэтому, может, чем-то обнадежите? Сейчас можно, сейчас как раз есть продолжение на рынке недвижимости от продавцов, которые покупали объекты на стадии котлована, и по той же цене они не продают. То есть это не единичный комплекс, а на скидку я сейчас могу назвать 3-4 комплекса таких на Пхукете. Ну, это, опять же, это продолжение от физических лиц, это как переуступка у нас России. Что касаемо от продолжения от застройщиков, ну, опять же, сейчас никаких акций, скидок мы не наблюдаем. Возможно, в последующем появятся какие-то продолжения, я бы сказал так, бонусы от них в плане гарантированного дохода, либо бесплатная мебель, но каких-то конкретики по скидкам, по цифрам нет. Почему? Неужели в Таиланде застройщики настолько уверены в том, что не просто ситуация устаканится, неужели они уверены в том, что к ним в ноябре, в декабре в любом случае массово люди поедут, и никакой проблемы ни у инвесторов, ни у собственников не будет? Дело в том, что большинство застройщиков на данный момент на Пукете – это китайские компании, либо с китайскими инвесторами, то есть таких компаний сейчас ориентировочно 70-75%. И анализируя ситуацию на рынке Китая, они понимают, что, в принципе, сейчас этот кризис недвижимости закончится, Китай опять будет покупать недвижимость в том числе на Пукете, как на одном из любимых их островов и курортов мира, и в силу этого они каких-то ожиданий по скидкам делать вообще, в принципе, не хотят, потому что они понимают то, что буквально месяц-два, и опять же вернется все на круги своя. Опять китайцы поедут, будут покупать. То есть можно ли сказать, что рынок, ну, по крайней мере, Пукете и рынок курортной недвижимости Пукета, он настолько зависит в первую очередь от китайских туристов, и, например, не зависит от местного спроса, ну, в меньшей степени зависит от местного спроса, что все изменения финансовые, они происходят с оглядкой на вот Поднебесную, в первую очередь? Есть такое предположение. Во-первых, то, что тайцы сами по себе, они особого влияния на туристический рынок именно не имеют, потому что они покупают либо дома, которые находятся вне туристических районах, либо покупают квартиры в кондоминиумах, которые находятся, опять же, в туристических районах, но их количество буквально там 2-3% не более. Это первый момент. Второй момент, опять же, учитывая всю ситуацию на рынке Пукета, за последний год, то есть, опять же, в этом году появилось много новых проектов именно китайских компаний, и именно китайские компании были заточены на китайский рынок, где сделки проводятся даже удаленно в самом Китае. Скажите, пожалуйста, вот если мы поговорим тогда отдельно о рынке аренды, во-первых, ну, в Таиланде более-менее распространена гарантированная аренда, понятное дело, не все застройщики ее предлагают, но тем не менее. По вашим ощущениям, могут ли снизиться их предложения, ну, исходя из того, что вот этот сезон, понятно, что он закончился, но он все равно показал, что, ребят, вот есть такой страх, есть такой риск, и сейчас, ну, есть, даже если убрать все алармистские прогнозы, все равно говорят, что, ребят, будет некое напряжение, и непонятно, когда гарантированно мы избавимся от этой напасти, и даже там вакцину изобретут, придумают, ну, все равно там, в раз по щелчку пальцев ничего не изменится. Он, там, говорят, может, олимпийские игры 21-го года перенесут. Где олимпийские игры, и где какой-то конкретный рынок, все-таки вещи несравнимы, тем не менее. Как вы думаете, вот, то есть, что ждать на рынке гарантированной аренды, и на что ждать арендаторам, которые, арендодателям, простите, которые, в общем, покупали в расчете на? Да. Ну, опять же, говоря о гарантированном доходе, мы говорим о новостройке, да, о первичном рынке. И мы посоветовали бы очень осторожно сейчас относиться именно к новостройкам, потому что за последнее время, как я уже говорил, вышло много новых объектов, то есть у застройщиков это первый объект, и такие объекты более рискованные, чем те, которые уже находятся на стадии строительства, то есть на стадии завершения коробок, либо прокладки коммуникации. Потому что последний год, точнее, вот этот сезон, последние полгода, количество продаж было крайне низко. Это если по сравнению с предыдущим годом, либо с 2018 годом. И вполне вероятно то, что эти компании не смогли реализовать тот полквартир, который они хотели реализовать для того, чтобы не были деньги для последующих строек. И в этом случае вполне вероятно то, что изо всей ситуации экономической в мире многие инвесторы, в том числе и китайские, либо тайские, они могут просто отказаться от этих инвестиций, либо заморозить на определенный срок. Поэтому в данной тенденции, в данном случае, мы бы лучше рекомендовали рассмотреть недвижимость либо вторичную, либо переуступки, то есть встроящую недвижимость у всех комплексов, где стройка подходит к концу, на завершающую металлую строительства. Ваш опыт говорит о том, что недвижимость по переуступке и недвижимость, которую кто-то уже присмотрел себе, она в каком-то смысле менее рискованна, просто потому что какой-то человек уже присмотрел, выбрал, комплекс уже в некоторых случаях даже достроен, и, соответственно, такого риска здесь нет. Или, наоборот, это может чаще свидетельствовать о том, что люди не до конца все предусмотрели, купили, а сейчас, ну, знаете, неудачный экземпиар автомобиля попался, давайте-ка я его быстренько перепродам. То, знаете, зависимость от того, какой это объект, потому что существует очень много сейчас продаж на рынке Пукета, где продавцы готовы продавать свою недвижимость, объекты, которые не строятся, либо у них задержка по средствам ориентировочно год-два, может быть, даже и три. В принципе, такие объекты можно самим даже проверить, посмотреть, не будучи экспертом вообще в недвижимости. А я отвечаю на ваш вопрос, то, что просто есть инвесторы, которые готовы заработать на повышение курса рубля, то есть на его понижение, либо на повышение цен от самих застройщиков. Тем самым они зарабатывают ориентировочно 10-20% на стадии стройки именно в батах, валюте. И таким образом все-таки ваш прогноз. Вот вспомните, с какими ценами, с каким настроением, с какой ценой квадратного метра, с какой готовностью проектов мы входили вот в этот сезон в Таиланде, условно говоря, в октябре 2019 года. И предположим, что все-таки границы в той или иной степени будут открыты, по крайней мере, к осени. К чему мы придем в октябре 2020? Будет ли за примерно одно и то же, примерно та же самая цена, если мы говорим о новостройках, о вторичке, или здесь как раз есть возможность что-то ловить? Ну, я бы сказал так, что если вы отложите свою покупку именно по новостройкам до октября-ноября, вы много не потеряете, абсолютно. Вы, наоборот, можете даже свои риски минимизировать, потому что сейчас какой-то тенденция к росту цен, даже несмотря на то, что там стройки идут, никто не предвидится. Опять же, из-за спроса, из-за рынка. Но если вы рассматриваете именно инвестиции сейчас, то есть хотите получить какое-то интересное предложение в данный момент, то я бы, опять же, рассматривал либо вторичку, либо недвижимость, которая находится на стадии завершения строительства. Кстати, вот нет ли здесь такого, ну, легкого противоречия между теми, кто продает недвижимость на вторичке в только что построенном комплексе, но уже на вторичке, да, там, по переуступке, и в предложении от самого застройщика, какие здесь могут быть ценовые колебания, или, в общем, ну, застройщики и сами понимают, что, может быть, сейчас не надо вот идти по той же самой лесенке вверх, повышая цену в период завершения строительства. Ну, как правило, у нас такие предложения в комплексах, где застройщики уже, в принципе, реализовали весь свой полквартир и остаются только квартиры от частных лиц. В любом случае, они продают по тем ценам, с помощью, они уже на которых уже заработали, то есть они заходили по одной цене, и цена выросла ориентировочно процентов 20-30 за два, за полтора года. Поэтому здесь нет никакой даже внутренней конкуренции между застройщиком и частными лицами. Хорошо. Ну, и тогда, уже завершая наш с вами диалог, все-таки к чему нужно готовиться? Вы уже, в общем, довольно подробно рассказали, вот это, по-моему, наверное, главная на самом деле мысль вот именно из нашего сейчас с вами диалога, это то, что либо подождите, если мы говорим о новостройке, либо постарайтесь поискать что-то на вторичке, тем более, что, как я понимаю, на вторичке же купить точно так же ты можешь без каких-либо проблем удаленно, если уж тебе это так интересно. Так это? Да, конечно. Ну, во-первых, здесь, опять же, Филипп, тут такие моменты, как риски, опять же, потому что, покупая вторичную недвижимость, все-таки вы видите, что вы покупаете, куда выходят окна, и этот опыт, конечно, очень сильно будет близок к москвичам и петербуржцам. Когда вы приходите в свою квартиру, вы понимаете то, что вы немножко получили не то, что хотели. Поэтому в данном случае, конечно, сейчас покупать вторичку безопаснее, и по всем и рискам, и по каким-то финансовым ожиданиям вы на ней больше выиграете, чем проиграете. С первичкой сейчас гораздо более сложнее, потому что вполне возможно то, что будут какие-то задержки с постройкам, не по всем проектам, но, возможно, по многим. Опять же, кто сейчас находится на таке фундамента, и здесь, опять же, риски гораздо больше, в том числе и по их ожиданиям, по финансовому потоку и по гарантированному доходу. И тогда все-таки еще вопрос, а какой бы вы совет дали тому, кто хочет купить в Таиланде, готов даже не приезжать, но покупает или планировал полгода назад покупать исключительно с инвестиционной целью? Я куплю и сразу начну сдавать в аренду. По вашим ощущениям, опять же, минус 30%, вы сами сказали, в этом сезоне. Может быть, человеку стоит, если он все равно сохраняет подобного рода желания, настраивать себя на то, что, ребят, следующий год все равно будет рискованный, а уж потом все завертится. Или, в общем, это не столь критично, и на ваш взгляд, все равно тайский рынок, благодаря вниманию тех же самых китайцев, будет на коне с точки зрения сдачи в аренду. Я бы сказал так, что сейчас у нас уже идолброня от жителей, от граждан Юго-Восточной Азии, в том числе Европы и многих россиян, именно на следующий сезон. И я бы не сказал, что будут какие-то большие риски именно по сдаче в аренду. Да, естественно, конечно, будет спрос ниже, он и сейчас наблюдается, но покупая недвижимость именно вторичную, у вас преимущества такие, то, что вы видите финансовые отчеты за последние 3-4 года, которые, в принципе, вам тоже готовы предоставить. И вы можете ожидать именно вот те цифры, которые мы вам покажем. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, Денис Чернов, ведущий эксперт по недвижимости компании Phuket Lux. Я прошу в чате опубликовать контакты, а вот прям даже уже по щелочку, контакты с компанией Дениса. Ну и давайте тогда то, с чего мы начинали с вами, Денис. Еще разочек к этому вернемся. Значит, сейчас в Таиланде, ну и на Phuket в частности, пошло некое ужесточение карантинных мер, но при этом что говорят и какие прогнозы, то есть лето, на ваш взгляд, все-таки будет какое-то, или все-таки надо уже готовиться, выбирать, подбирать и настраивать себя на осень 2020 года? Ну, я бы сказал бы так, за последние три дня на Phuket не выявлено ни одного случая коронавируса. Сегодня только единственный был случай. И опять же, повторюсь, то, что мы вначале говорили, что в мае уже начинает травмализовываться жизнь внутри Таиланда. И вполне реально то, что в июне, в июле откроются международные перелеты. Опять же, лето — это сезон австралийцев. И опять же, многие из Сингапура, из Малайзии едут на воду в Таиланд, пусть ненадолго. И вполне вероятно то, что да, к октябрю к ноябрю все вернется, как будет в предыдущем сезоне, в смысле 2020 года, но опять же, с некоторыми погрешностями. Скорее всего, рынок будет ниже на процентах 15-20. Ну что ж, дорогие друзья, Денис Чернов, ведущий эксперт по недвижимости компании Phuket Lux. Денис, спасибо огромное. Плодотворно пообщались. Спасибо большое.